Сила своей деятельности, мы постоянно сталкиваемся с жалобами горожан, поэтому обе мои идеи, в общем-то, связаны больше с тем, что горожане постоянно просят, требуют, наша администрация, к сожалению, пока не может этого сделать, либо делает так, как это не очень удобно. Первое, наверное, у большинства людей в нашем городе сейчас есть автомобиль, и все, кто на нем ездит, понимают, что запрековаться в Анараке у нас не очень сложно. Это, в результате, мы получаем разбитые газоны, мы получаем перегороженные тротуары, где пройти людям с колясками, при этом у нас достаточно, все это происходит за счет того, что все эти дома проектируются еще в советские времена, скажем так, старые стандарты, когда на один дом планируют 10 машин, там меньше машин, то есть точно сейчас не помнится, это мы не несут. То есть первая, основная идея, это создание по городу общего сети доступных обычных парковок. Не это парковок, которые достаточно дорогие и неэффективны на самом деле, как это и вот обслуживание, а просто создание во дворах, отобрать наиболее старый пункт, там, где нет доступного такого возможности для людей, просто поставить его машину, и создать сеть этих парковок по 5-10 метров парковочных, которые так или иначе будут охватывать весь наш город. Это, скажем так, первая идея, она наиболее для меня, скажем так, важная, уже сформированная с обсуждением со многими людьми в нашем городе, которые подавали эту идею и эти вопросы. Просто есть у нас и городские, скажем так, проекты по этому поводу, но все не сводятся к тому, что граждане должны за свой счет заделать. А какая вторая идея? Вторая идея, она такая более, конечно, прожектюрская, это связано с нашим великим дорогой на ЛАЭС, опять же, который у нас очень сильно все знают, нашу утренную тропу, в которой все стоим, частенько туда едят. То есть все понимаем, что сделать за счет 20 миллионов там дополнительно еще одну полосу невозможно. Какие-то иные идеи тоже достаточно сложные, но есть такая вещь, такое аверсивное движение, которое, к сожалению, почти в нашем городе, в месяц раз, это совершенно не хочет охватывать. То есть мы все понимаем, что основная часть движения, трафика, утром это в парамзону, вечером и в парамзону. То есть создавая просто фактически одну полосу аверсивного движения, мы получаем утром возможность на 3 часа сделать 3 полосы, которые будут обеспечивать хорошую проходимость в полтора раза в день, а потом увеличивающий поток в парамзону. И вечером под днем, соответственно, он включается, обновленный трафик, и вечером обратно. И салфорчики ставятся, 3 лампочки. Да, то есть это достаточно недорогое, то есть все, что необходимо, это разметка на дороге, установка светофора, напротив люки, светофор, и в прямой ЛС-овской сутки по мосту. В общем-то и все. Вот это вторая идея. И третья идея, скажем так, нужно, наверное, и больше ничего сделать. Если у нас, скажем так, просто еще есть, наверное, в запасе, просто у нас идет общение со стомоборцами, возможно, будет небольшим резервом, то есть по пожеланиям стомоборцам чуть попозже ее озвучим. Хорошо, здесь все. Понятно. Понятно. Ну, мы быстрее его сейчас. И потом, надо будет передать мальчат. Вы можете закончить? Попробуйте, заходите, заходите. Конечно, можно. Отказывайте. На первый день сегодня закончить. Чай в год, все, не выпить. Потом кофе, чай, два, два, два. Мы должны пить. Мы должны пить. Мы должны пить. Я должен пить. Я вот хочу сказать, что у меня здесь говорилось уже о парковках, о детских садиках, об освещении. Я живу в машиностроителе 8. Это, например, знаете сами, что шестая школа рядом, детский садик с одной стороны, и с другой стороны тоже детский садик. Дорога между, допустим, вот, когда дети идут в садик и в школу, дорога вот эта очень маленькая. А машина у нас в основе туда и сюда обратно. Здесь у нас между машиностроителем 8 и 6 была детская площадка, очень хорошая. Теперь эту детскую площадку забили транспортом. У меня тоже две машины у дочери и мужа. Но мы никогда там не ставим машину. Дело в том, что, вы говорили, что там парковку сделать, там на 5 человек, на там. У нас, я посчитала, вокруг дома и везде, и вот на этой детской площадке больше 50 машин. И если здесь один человек с 6 подъезда, я в первом подъезде живу, он пробил место вот это, как раз вот на повороте, где нельзя этого делать, на 10 машин, он погоду сделает, с 6 подъезда еще машины добавятся сюда. И что нам следует? И я предлагаю восстановить все, потому что детская площадка была, когда, например, наши дети были маленькими. Потом рождаемость была маленькая, детская площадка не очень-то нужна была. А теперь хотят все восстановить, дети у нас идут, внуки идут, нам негде гулять. Восстановить вот эту детскую площадку. Кроме того, вот в 6 школе, в 7 школе, кто-нибудь не был, там тренажеры стоят. Ну хотя бы 2-3 тренажера еще поставить здесь же, около детской площадки, вот в этой. И пожилым заниматься, потому что туда многие взрослые люди ходят и занимаются. Да, и для взрослых, и детская площадка бы восстановилась, и для взрослых людей тоже можно было. Потому что в летний период, вот вы сказали, что, допустим, зачем освещать детские площадки. А в летний период, допустим, хорошо. А ведь, не знаю, я насказали, я уже задерживаюсь, сейчас секунду. Но они в садике находятся до 6 часов. А после 6 часов они находятся дома. И если хорошая погода, где они гуляют? На детских площадках, которых у нас в городе, Сосновым городом, уже практически нет. Нашим детям негде... Вот они мимо шкафов, вот садик рядом, дети идут, и они просятся в детский садик. А его туда не пускают, потому что двери закрыты, а детям нет где гулять. В летний период приезжают внуки, им даже негде на высыпете погонять. А там такая у нас... Не, а вы не упреждайте, я уже киваю. Нет, это мой крик души. Мы писали в администрацию, мы писали в прокуратуру. Мы, что только не делали, а вот это у нас. И освещение, и освещение. Точно так, вы смотрите, 6 школа, детский садик. А освещение там почти нет. Тоже освещение. Спасибо. Это мне окрепрошено. Ну а какая бумажка все-таки? Моя красная. Ой, не знаю. Ну уже никуда не денешься, уже вам дали красный. Так что я живу во втором Украине, поэтому я как-то был на том, во втором Украине. Первым на первом этапе, конечно же, очень хотелось бы восстановить полным объемом Копорской крепости. Известно о наших разных областях, которые она открывает. А есть еще не восстановить? Нет, ну в чем суть ее работы, в чем гостя заведения. Я полностью согласен. В том полном объеме, в каком она была изначальности. С деревянными помылками, с гостями, со всеми для того, чтобы оконсушить Федору Михайловича Ковендец. Во-первых, во-вторых, это наша история города. Во-вторых, значит, вот Федор Михайлович, у меня право, он говорит, как тут будет выходить. Второе, решить проблему общественных полеток нашего города. И третье, опять же, нашего микрорайона касается немножечко спорт отпустить во дворы. Потому что в том же самом микрорайоне, например, за тем же самым двором бежимника стоит вот эта спортивная площадка, которая мало кем пользуется. Ну, если, например, туда поставить, либо настольные, столы для настольного тенниса, либо сделать какую-то разметку, опять же, для ракеточных пеноскопов, таких, например, как ментуровый ремидар, но выйдут люди и будут играть. То же самое... Она там внизу. Да, 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 да. Те же самые, столы для настольного тенниса можно поставить, опять же, там уже и Копорская крепость. И вот рядом с детским садиком, там тоже всегда исторически стояло столы для настольного тенниса. Там было много столов. Да, да. Там были скалы, там много было. У нас это тоже идея витая. Да. Потому что это не так затратно. Это может быть. У нас потом будет такая возможность обсуждать эти идеи, в том числе и найти какие-то интересные идеи. Все идеи мужи. Все, сейчас еще и все расскажут о новых столах. Нет.